Закрепленные скотчем детали, тазики под двигателями и лысые шины. Эти и другие нарушения на самолетах авиакомпании БКР обнаружены в ходе полной проверки их деятельности, которую проводит авиационная администрация Казахстана. Пока же полеты опальной авиакомпании полностью остановлены с 27 декабря, когда произошло крушение самолета. О том, какие еще нарушения ужаснули специалистов и какая помощь была и будет оказана пострадавшим пассажирам, расскажет Тимур Казагулов. Я как пилот ни за что не отправилась бы в рейс на таком самолете. Эти слова начальник по безопасности полетов авиационной администрации Казахстана Линда Орледи повторила сегодня несколько раз. Расследование деятельности авиакомпании БКР, как известно, началось сразу же после крушения самолета 27 декабря прошлого года. Выявили целый ряд нарушений. Люди, как утверждают проверяющие, летали на самолетах, чьи шины давно изношены, фюзеляж имеет вмятины, детали скреплены скотчем, а масло и топливо протекают в тазы. Эти протечки были настолько обширными, что наши инспекторы обнаруживали емкости практически под каждым воздушным судном БКР. И никаких реестров о протечке, о количестве потерянных жидкостей, которые должен был составить инженер по техническому обслуживанию. В компании мы не обнаружили. Фотографии и итоги осмотра британскими инспекторами воздушных судов авиакомпании представили на брифинге. Проверяющие очень подробно описывают все нарушения, а их столько, что невольно возникает вопрос, как вообще могли подняться в воздух такие самолеты. Самое важное, что обнаружили наши инспекторы, это отсутствие идентификационных необходимых табличках на двигателях. Исправная работа воздушного судна, его техническое состояние и все важные показатели как раз так и сопровождаются такими табличками, которых не оказалось на 50% бортов авиакомпании БЭК-Эйра. И отсутствие табличек на двигателях на самом деле серьезное нарушение. Эти самые таблички показывают информацию о серийных номерах, которые позволяют затем отслеживать часы и циклы налетов. Если нет таблички, то невозможно понять, что это за двигатель, когда он был выпущен и сколько уже пробыл в эксплуатации. Это может быть связано с тем, говорят в авиационном комитете, что компоненты с одного воздушного судна переставляли на другое, вместо того, чтобы купить новую запчасть. И расследование в отношении БЭК-Эйр продолжается. После авиакомпания должна будет предоставить план по устранению всех нарушений и, естественно, устранить их. Никто из нас не поставит подпись, согласно которому БЭК-Эйр вернется в небо. Однако, если они изменят свою деятельность и будут соблюдать международные правила, то у меня и моих коллег не будет никаких претензий. Тем временем пострадавшие от крушения самолета даже еще не получили компенсацию. Эту проблему сегодня на расширенном заседании правительства озвучил лично президент страны Касым Жумар Токаев. Ко мне поступают письма от пострадавших. Они не получают компенсацию, денежную компенсацию. Люди лежат в больницах. Некоторые оказались нетрудоспособными. Что делается в этой связи? По вашему поручению, семьям погибших была выплачена из бюджета сумма по 4 миллиона тенге. Погибших? Погиб, семьям погибших? Да. Кроме того, страховая компания, все пассажиры, которые были на этом рейсе, они застрахованы страховой компанией. Выплаты будут в ближайшее время осуществлены. Все необходимые бумаги оформлены, проводятся на контроле, находятся. Просьба ускорить эту работу. Есть. Люди, которые пострадали, должны получить помощь от правительства и от местных исполнительных органов. Я обращаю внимание Акимов на этот вопрос. Еще одно расследование работы авиакомпании ведет транспортная прокуратура. Их проверка завершится 10 февраля. А пока в авиационной администрации Казахстана должны ответить и на вопрос, как бы Кейр, имея такой авиапарк и условия для работы, могла получить сертификат летной годности. Сейчас сотрудники комитета гражданской авиации, которые выдавали этот документ, отстранены от работы и отвечают на вопросы следователей. Тимур Казагулов, Султан Калдыбеков. Итоги дня.